параллельно и начинаю запись. Так, друзья, всем привет. Меня зовут Антон Сарвачев, если кто-то вдруг почему-то не знает. В гостях у меня блогер Эдуард Икс. И сегодня у нас с вами следующая программа. Во-первых, сейчас вы, если смотрите это на Ютубе, то вы смотрите это не в прямой трансляции, а вы смотрите это в формате премьера. И может быть, кому-то из вас кажется, что это стрим, но это не стрим, поэтому не надо донатить и писать вопросы. А вот те, кто прямо сейчас смотрят нас на Бусти, они, так сказать, это наш закрытый клуб, это элита из элит, как я считаю, и они прямо сейчас могут с нами пообщаться. А сегодня 28 августа, а на Ютубе это вы будете смотреть 31 августа. Соответственно, не перепутайте. Чуть-чуть попозже. Слышно, пишут Эдуарду, тоже слышно. Сегодня у нас с вами такая программа. Говорим на вольные темы, обсуждаем новости, в основном из моего телеграмма, кстати, подписывайтесь. Ссылки на канал Эдуарда, моего гостя, будут все в описании под видео. В записи стрим также останется и на Бусти, ну и на Ютубе, понятное дело. Сейчас мы, я прочитаю вопросы, которые люди задали на Бусти до, ну, собственно говоря, до стрима за сегодня. Затем перейдем к новостям, и походу одним глазом я буду смотреть в чат, поэтому, может быть, в каких-то моментах буду даже иногда подтупливать. Итак, Мировинген задает вопрос с места сходу в карьер. Да, кстати, у Эдуарда канал называется «Жизнь Сол». Ты не менял же название, да, у тебя «Жизнь Сол»? Нет, «Жизнь Сол» и «Эдуард Х» или «Х», кому как больше нравится. «Эдуард Х» загадочный, загадочный звучит. Мировинген спрашивает. Иногда у мужчины возникает желание, может и потребность обзавестись детьми, чтобы о них заботиться и помочь вступить в жизнь. Но в современной действительности, когда часть женщин воспитаны как мрази, здесь, конечно, дисклеймер, я говорю, что мы все, а я точно, Эдуард тоже, и гости, мы все любим и уважаем женщин, просто обожаем их, и очень, так сказать, хотим им счастья и долгих лет. Но иногда эмоционально люди могут что-нибудь не так сказать, не так написать, и не всегда редакция этого YouTube и Boosty канала разделяет их мнение. Часть женщин, он говорит, воспитаны как мрази, а часть просто из-за слабого опыта непригодна для воспитания, а, возможно, и родов. Что такому мужчине делать? Ну, смысл вопроса в том, что возникает желание обзавестись детьми, но, так сказать, не с кем, не с кем детей делать такой проект, как дети. Ты вот как на этот вопрос себе, может быть, подписчикам отвечаешь. Понимаешь, что вопрос тяжелый. Да, кстати, если тебя какие-то вопросы будут не устраивать в силу чего-то, ты имеешь полное право на них не отвечать. Но мы себе галочку поставим, что, ага, вот здесь у Эдуарда слабое место. Слушай, на самом деле ответ очень простой. У меня каждый месяц прививка. Сейчас это, по-моему, 12 800. Вот 12 800 рублей отдаешь, где такой, вот я исполнил мечту еще лет 7 так отдавать. Классная прививка, она как-то вообще так отрезвляет. Слушай, прям вообще нормально. Это, знаешь, я периодически на разные чаты натыкаюсь. Мамочек, они же, ну, у нас как вообще вся эта система действует? Сначала из семьи выкидывают отца, а потом из семьи выкидывают мать. А потом с ребенком, у нас в нашем капиталистическом мире, в таком глобальном, я не имею в виду только в России, в целом глобальном, да? У нас товар все, и люди, и зачастую, как это не грустно, и мерзко, и дети тоже бывают. И с этим ребенком, оставшимся без родителей, можно делать все, что угодно. И вот мамочки в этих чатах, они в шоке от того, что мама-одиночка, оказывается, представьте себе, ребенка отобрать проще. Ну, государству, каким-то структурам, в разных странах по-разному тоже все проще, чем из полной семьи. И они дальше начинают шокироваться, когда узнают, что оказывается, они, пока ребенка не пристроят в какую-то другую семью, может быть, более обеспеченная, они обязаны платить алименты этому самому государству. То есть, как это? У них забирают ребенка, и они же еще и платят алименты. Это как же это так? Это называется ювенал очка. Ну, ювенальная юстиция, конечно. Да, они сейчас что-то не очень-то довольны, мягко говоря. А как тебе... Как тебе вот эта замечательная новость, забегу чуть-чуть вперед, про... Отпустили, значит, Коудо, она отсидела, если не ошибаюсь, два года и четыре месяца, женщину, которая сбила трех детей, причем двух насмерть. Вот она вышла. Ей дали что-то пять или семь, отпустили через два. Ну, я считаю, что это шикарная новость. Она же будущая мать, ну, или уже настоящая, может быть, даже. Вот, поэтому у нас матриархат, все нормально. Есть два уголовных кодекса, уголовно-процессуальных. Один для нас, для мужчин, и причем неважно, какого его достатка, воспитания. А второй вот для женщин, для, так сказать, доминирующего, доминирующей части общества. Следующий вопрос. Степан Гваров спрашивает. Эдуард все еще живет в Турции. Какой у него миграционный статус, когда получит ВНЖ? Степан Гваров спрашивает. Я живу в Грузии, отжил год в Турции, год и два месяца. Соответственно, отказ в продвении ВНЖ, как и подавляющему большинству людей, я благополучно эмигрировал в Грузию, где живу уже полгода. Так, сейчас, одну секундочку, я проверю, нет ли каких-то возмущений в чате, мало ли, что-то там отвалилось. Всем привет, мужчины. Все. Ребят, если что-то будет не так, вы в бусте пишите, я тут же буду. Вот 30 человек нас смотрят, я считаю, что это успех, это шикарно, я думаю. Так, следующий вопрос. Так, а в Грузии у тебя какой статус? А в Грузии не нужно никакого статуса, в этом прикол. Ты просто приезжаешь и имеешь право год жить, потом въезд, выезд и опять год жить. Пока здесь так. Роман Попов спрашивает, почему Эдуард все сидит за бугром? И будут ли совместные атаки на фемпетиции? Только они уже во все идут, эти самые атаки на все петиции. Ребята, так вы же не атакуете. Мы посчитали, от силы 2% из всех-всех-всех подписчиков проявляет политическую активность. У меня видео 40, наверное, про петиции, и шорцы, и длинные. Ребята, голосуйте, ребята, не будьте чмошниками, ребята, не будьте терпилами. Пожалуйста, просим, давайте, вот все. Ну, 2%, ну, может быть, там, 2,5% голосуют, а остальные 97,5%. Ну, а чего там? Типа, без нас все решат. Ага, ну, решат, решат, точно. Не дай бог. Так, а почему сидишь за бугром? Я путешествую перманентно, понимаешь? А то тут, то есть. Но Эдуард начал путешествовать еще до всяческих событий разных. В 2019 году, январе. Матвей спрашивает, мне 21, а любимой 18. она призналась, что в период нашего расставания по моей инициативе продолжительностью месяц поцеловалась с одноклассником. Матвей нас с тобой спрашивает. Я ее простил, но поставил условие, что буду с ней только, если она купит мне новую видеокарту. Согласилась, мы с ней были в отношениях 2 года, оба вкладывались, развивали. Можете дать оценку без предвзятости на произошедшее и рекомендацию, как мне стоит действовать, чтобы не испортить свою психику. То есть, два года они встречались, на месяц расстались по его инициативе, ему 21, ей 18. Она поцеловалась за этот месяц с кем-то, с кем-то одноклассником, он сказал, что он ее простит, если она купит ему новую видеокарту. Она согласилась. Правда, история умалчивает о том, купила ли. Потому что, знаете, у нас есть печеньки и мы дадим вам печеньки. Это два разных предложения, хотя кажется, что одно и то же. И еще очень важный вопрос, какую видеокарту, потому что бывают видеокарты, ого-го какие, по 300, по 400 тысяч рублей бывают видеокарты. Это прям, я бы подумал. Шутка, конечно. 21 год, друг, а что будет, если она залетит? Мне просто интересно. Вот представьте, завтра она такая, у меня типа два теста, я молодая, у меня есть риск не родить, у меня есть, если я сделаю аборт, у меня есть риск не родить, я хочу, короче, рожать, а тебе 21. И до 39 лет ты будешь платить бабки. Как ты тебе отдашь, по-моему, не одну видеокарту туда? Ну, такой вот просто фантазия болезненная моя. Вопрос нашему подписчику. Далее. Джон Ро спрашивает нас с тобой, расскажите, как вы считаете, почему так набирают популярность свингер-тусовки, а также откуда среди мужчин берется тяга к укалдизму? Свингер-это музыкальные такие тусовки, наверное. Вот, но неважно, так, да, вопрос к тебе прежде всего. Популярный свингер-тусовки. Смотри, надо разделять очень здорово. Во-первых, есть свингер-тусовки, есть БДСМ-тусовки и есть просто секс-вечеринки. Я чувствую, вопрос пришел по адресу к профессионалам. Не-не-не, это как бы у меня есть подписчик, мы с ним даже что-то проводили. стрима не было вроде. Мы куда-то в кашу в Турции ездили. Не суть. Он там по БДСМ-тематике, но он производитель этого кожного вот этого инвентаря, кстати, так, востребован достаточно. Не суть. Суть в том, что у нас сейчас это просто такая узаконенная форма блядства. В принципе, в секс-тусовке я ничего не вижу плохого. Единственный момент это для мужчин достаточно дорого туда войти. Если бы это было дешево, ты приходишь, оплачиваешь деньги, там тысяч пять рублей, допустим, пусть это будет так, и там куча баб, и ты к одной подходишь, пошли трахаться, она такая нет. Второй, пошли трахаться, она такая нет. Третий, пошел, пошли трахаться, она такая да. И пошел там, потрахал ее, сколько тебе надо, и сколько надо, и пошел дальше. И так вот люди, место, куда люди приходят просто заниматься сексом. Это бог с ним. Ладно. Но, начиная со свингерством, вот это вот уже жопа, здесь уже куколдизм, здесь уже не совсем понятно, как это так. У меня возникают резонные вопросы. Это когда партнерами меняются, да, жены, мужьями там. Ну, это куколдизм уже конкретный, прям жесткий такой. Зачем тогда вам еще партнеры, если вы имели? Вопрос в том, почему набирают они популярность? Не знаю. Куда-то выходят какие-то космические энергии, наверное. Давай я тогда это... Ну, почему свингер-тусовки набирают популярность? Если они набирают популярность, ну, я опять же не отслеживаю. Здесь, скорее всего, у мужчин, у женщин тяга к новому. Как мы с вами знаем, в браке секса нет, многим нужны новые впечатления и так далее. А брак разваливать неохота. И вот, соответственно, вот может быть, некоторые с этими идеями идут, хотя, насколько я знаю, опять же, потом брак все равно разваливается, и кто-то кому-то этой типа измены договоренно не прощает. Важный вопрос. Обычно, просто, может быть, люди так делают, потому что обычно для пары вход бесплатный, экономит... Ну, мы не берем этот вариант, что снимаешь самую дешевую шлюху, а потом меняешь ее на чью-то жену в этой тусонке. Антон, это не сработает, к сожалению. Не получится так работать. Не, я тебе верю, я спорить даже с этим не буду. Вот, а по поводу того, откуда берется тягу колдизму, ну, есть разные теории, например, там, чувство вины мужчина испытывает, или, или есть такая даже биологическая теория, я встречал, что самцы, значит, ну, тут же, откуда тягах порно, например, берется, что самцы смотрят, видят, если что самку оплодотворяет другой самец, то он весь прям возбуждается, и стремится тоже ее оплодотворить, чтобы, так сказать, у них там есть даже книга такая, война, война, как-то сперма война, или что-то такое, опять же, читал давно достаточно, в общем, там эти спермы сталкиваются в самке, и какая-то из них побеждает, и вроде как это биологически, значит, обусловлено, что видишь, как самку сношают, надо тоже успеть ее, так сказать, сношать, может быть, отсюда, есть разные психологические теории, откуда они берутся, вот, вроде бы даже какие-то медицинские, но опять же, ну, как бы, я на самом деле не могу сказать, что я прям мега что-то плохое в этом вижу, знаете, как это, если это всех все устраивает, я вообще не какой-то там пуританин, и не ханжа, чтобы говорить фу, там, другое дело, что зачем это выносить, если это есть на публику, вот, а у нас, знаешь, называют куколдами, там, ну, Гаррика Харламова, или там, вот этого, бумера, бустера, как этого, геймера, вот. Я понял, он конкретный, он конкретный, он конкретный. Здесь, мне кажется, их народ хейтит, и, так сказать, обсирает, не потому, что они куколды, но вряд ли они наблюдали, как их жен, куколдизм, когда наблюдаешь, как твою жену, там, подругу сношают, здесь вопрос в том, как они жалко выглядели публично, вот, когда, когда было понятно, что их жена, мягко так скажем, прям жена, да, не самого тяжелого поведения, вот, и, так сказать, в наших, в наших мужчинах, да и в женщинах, вот, есть такое, что жалкий мужчина, ему же никто руки помощи-то не протянет, никто его не подбодрит, травить до последнего, это да, вот, и, кстати, не факт, что я в первых рядах, не был бы тех, кто травит таких людей, вот, но это, смотрится жалко, да, когда вам жена изменила, это вылилось в публичную плоскость, а вы затем пытаетесь ее оправдать, и говорите, что так оно все и было, не надо так делать, лучше молчите, на самом деле, как-то за умом можно смотреть. какие-то были оправдашки, да, причем, что у того, что у того, да, да, и они знали, как бы, с кем они, собственно, сходятся, ну, насчет Харламова не знаю, а этот, он в курсе был, что она конкретная такая порнушница, он не фанщится, прямо по полной программе, с кем там только не чпокалась, там, писинг, шмиссинг, и, я не знаю, за Капрофаги говорить не буду, но, видимо, недалеко, не к обеду будет сказано, и как бы, и он такой, да, давай, моя любимая детка. Мы столько интересных слов уже произнесли, мне интересно, что YouTube сделает с этим роликом, когда я его туда выложу. Так, еще что-то добавишь, или я вот Илью Филиппову зачитаю, который ответил на этот вопрос тоже. Илья Филиппов пишет следующее, я хоть и не Антон и не Эдуард, но позволю себе две копейки вставить, почему так набирают популярность тусовки эти? Так это наша природа, человечество сотни тысяч лет жило в коммунах охотников-собирателей, где был всеобщий секс-коммунизм. Семья возникла по историческим меркам относительно недавно, после возникновения частной собственности, так что это вполне нормальное желание. Среди свингеров или в полиаморных семьях больше всего интеллектуалов, и это нередко очень крепкие и дружные союзы. А слово «куколт» обывательская толпа услышала года 3-4 назад и носит с ним, не понимая до конца значения, не вас имел в виду, если что. Ну вот тоже мнение. Далее, Илья Филиппов также спрашивает. А, ну это он нас про стрим спрашивает, я пропущу. Адель Сильф спрашивает. Привет, Антон Эдуард. Такой вопрос. Станут ли мужчины более черствыми в будущем из-за агрессивно настроенных к ним общества и законов? Будут ли приспосабляться? Ну, мне кажется, уже в значительной степени стали более черствыми. Я недавно нашел такое в ТикТоке, ну он и в Ютубе есть канал, он снимает американских, короче, бездомных. Первое, что бросается в глаза, огромное количество молодых бездомных девок. В принципе, если ее отмыть, она более-менее такая, действительно, ну вполне себе. Наши бы не дали стать им бездомными, все бы квартиры на них переписали бы сразу же. Вот я тебе про это и хочу пытаюсь сказать, что уровень все-таки у нас со штатов в значительной степени пришло вот этот Рэд Пилл, там Никтау и все остальное. Там все-таки уже произошло такое некое развитие вот этого всего движа, и да, она будет сидеть, тупо подыхать от голода, а ее просто будет мужчина переступать и идти дальше по своим делам, не пытаясь ее спасти. Вот у нас такая смыслевая соска, скажем так, выйдет куда-нибудь к метро, просто с плакатом, мне негде ночевать, и я думаю, ее заберут через пять минут. Ее заберут через пять минут. Даже еще и драться будут, чтобы ее забрать. Возможно, еще нет, я ее спасу, нет, я, и такие будут, ты что, я там спаситель великий, да, хотя она там, может, и наркоманка, и лутырка, да неважно. Сколько мыкается с такими алкашками, наркоманками, терпит, утверждает свою настоящность этим служением. А мне вот, знаешь, вот откуда вот это вообще, не, ну, понятное дело, что это общество навязало, матриархальное прежде всего, откуда вообще, вот если так задуматься, откуда это пошло, что мужчина должен быть чутким, не эгоистичным, вот, ну, то есть человек вот правильно абсолютно задает вопрос, и он подразумевает, что сейчас мужчины такие романтичные, такие чуткие, как если кто смотрел сериал «Друзья», ну, вот как Рос, да, вот там Рос, Рэчел, там у них любовь была, вот, вот как Рос, он такой вот, он такой вот, вот, значит, очень, значит, добрый, щедрый. В какие времена, кроме, там, ну, последних, там, 200-300 лет, это было? Мужчины всегда соревновались, дрались, женщин воспринимали, ну, если мы берем такую классическую, да, интерпретацию истории, женщин воспринимали, ну, мягко так скажем, чуть ли не как за объект собственности. У меня своя, как бы, из теории по интерпретации, но я вот беру такую общепринятую. С какой момент произошел вот этот вот перелом, и вдруг мужчины все ходят, друг на друга смотрят и меряются тем, как они своих жен осчастливили. Я когда это слышу, я вообще не понимаю, а вы точно мужчины? Еще гордятся этим, что вот я осчастливил столько женщин, а я вот осчастливил, и свою жизнь прожил для стольких женщин, а я вот столько детей поднял, а я вот столько поднял. Вот, и они ходят и прям реально соревнуются вот в этом. Я такое-такое видел, да. Ну, смотри, вот этот, есть тоже такая теория, что джентльменство вот это, это вот узкий такой момент времени в викторианской Англии. Это было очень модно, и всем же хотелось хотя бы даже вести себя, как вот эта элита. Ну, и немножко отчасти переняли, да, вот это джентльменство, да, вот эти вот, ну, и в Российской империи это тоже было, ну, это вообще общемировая такая тема. Именно европейской, ну, она потом стала и американской уже, культуры отношения к женщине в целом. И какие-то отголоски этого, скажем так, дерьма еще остались, но, как мы видим, в Штатах уже это все испаряется. Посмотрим, как это будет происходить здесь. Слушай, мне интересно, где мы, а где викторианская Англия. Где Советский Союз, а где викторианская Англия. Да даже наши элиты при царе Горохе, они все говорили по-французски, а не по-английски ни разу. И говорили на семи языках, говорят в среднем. Ну, такое рассказывать, я не знаю, не был свидетелем. Согласен с тобой. Может быть, когда тебе делать нечего, на тебя крепостные пашут, ты не семь, а двадцать семь языков выучишь, так сказать. Потому что ни телевизоров, ни интернетов нету. Надо чем-то заниматься. Это все понятно. Но, как бы, ну, где... Это же обычные мужики. Вот я выйду, сейчас у любого спрошу, так сказать. А вот, не знаю, там, если женщина будет в беде, ты поможешь? Да мне действие здесь скажут, конечно. Я помогу, я первый. Меня, если спроси, скажут, нет. Ну, то есть, а как бы, а с чего? То есть, если ее убивать будут, я полицию вызову, я обязан, потому что это сделать. Вот, а как бы, ну, нет. Лезть нельзя. Ну, ты же знаешь лучше всех. Ни в коем случае. Виноватый будешь. Нет, вопрос о... У меня вопрос о зачем. Ну, то есть, что... Они сейчас, у них прав и защит больше, чем у меня. Вот, мне зачем вот лезть в их какие-то проблемы? Это они мне должны помогать. Они меня должны защищать, вот, а не я их уже по современным меркам-то. Абсолютно, здесь я согласен. Ну, смотри, вот даже сейчас одежду женскую, у них пуговица с другой стороны, мужская с этой стороны. Идет это все? Вот эти традиции дурацкие не идут. Так сказать, традиции вот этого вот полового отношения разного. Они все еще есть. Ну, посмотрим, как скоро это все выжится. Конечно, для мужчин это все встает боком. Мы же видим это просто трагическим боком. Мне сегодня подписчик, мне сегодня, а вчера скидывал статистику. То ли по Ирикутску, то ли по еще какой-то области. Так там уже на 20% разница между мужчинами и женщинами. Ну, женщин больше, соответственно. Мужчин меньше. На 20%. То есть 42, что ли, средний возраст. Представляешься, мне 40. Кошмар. А там 42, это средний возраст мужчины. Это просто. А женщин там что-то 60 с лишним. Или там 55. Ну, в общем, катастрофическое, как бы, разрыв просто чудовищный. Не знаю. И это, в частности, конечно, потому что мужчины часть своей жизни, часть своей работы, часть своего времени посвящают служению какой-то бабе. Для чего? Зачем это им надо? Совершенно не ясно. Ну, тут ладно, еще какой-то бабе, еще могу понять. Вопрос в том, что ты, как слуга, себя ведешь со всеми бабами, которых видишь. То есть это же и дверку придержать, и тост сказать на корпоративе, что за наших дам. За мужчин что-то никто особо не... Ну, это в мелочах постоянно. Здесь сумочку помочь донести, здесь от хулигана защитить и так далее. Ну, если бы это работало в обе стороны. Ну, например, женщина видит голодного мужчину, она бы его накормила, да? Утешила бы добрым словом. Ну, я же не говорю, что женщина, например, прям вот это слишком резко прозвучит для людей, которые у нас на Ютубе будут слушать, возможно, да? Вот. Я не говорю, что женщина должна за мужчину впрягаться и кулаками там хулиганов отгонять. Но поддержать добрым словом мужчину, который там в унынии, да? Ну, так сказать, там, что у нее проблемы какие. Но это же любая женщина не то, что может, а она обязана это делать. Если бы это работало в обе стороны, вопросов бы у меня не было, да? Мы как можем, наше общество друг другу помогает. Я ей тяжелую сумку, так сказать, там, не знаю, наверх самолета, да, багажник запихнул. А она меня подбодрила, сказала там какие-то теплые слова для меня, да? Или комплимент мне какой-нибудь сделала. Я приободрился такой, да, жить хорошо. Ну, каждый как может друг другу, да, помогает. Опять же, я не говорю там за какой-нибудь там, прости господи, секс, там, коммунизм, что все друг друга давай. Даже не про это, а просто про нормальное человеческое отношение. Но этого же нет. Богини, не перестало. А когда это работает в одну калитку, то ты превращаешься в слугу, а то и в раба. Ну, и нахрена так жить? Вот у меня вопрос основной к нашим всем дорогим мужчинам. Вспомните, когда последний раз женщина вам помогла? Напишите, кстати, в комментариях. Хоть в чем-то. Так, Маркус Люклин. Так как я занимаюсь спасением кошек, ну и животных в частности, кошек в особенности, там они, честно скажу, ради кошек готовы и ночью бегать, и искать, и спасать. Это я даже не сомневаюсь. Это ради кошек, ради собачек, ради животных. Это пожалуйста. Это пожалуйста. А ради мужчины нет, она не будет ничего делать. Причем одна и та же. Причем действительно пальцем о палец не ударит вообще никак просто. Ну, они говорят так, что кошечка и собачка о себе не может позаботиться, а ты можешь. Но на этом вопрос. Кошечка и собачка это животина, которая может быть вообще не раздупляет, что происходит. А мужчина может быть в плохой ситуации. И вот прямо сейчас, прямо здесь ему нужно помочь. И может быть ласковый взгляд просто или доброе слово сказанное незнакомому мужчине спасет его от петли или от того, что он сделал какую-нибудь херню. Ну, просто несовместимую с жизнью и свободой его и других людей. Так, Маркус Лютый нам задает вопрос. Здравия, Антон Эдуард. Вопрос такой. Если посмотреть на статистику разводов по регионам, то в Кавказских республиках будет один из самых низких показателей. Так как на уровне законов там дети остаются с отцами. Ну, не на уровне законов. У нас законы-то одни, те же в Российской Федерации. Там на уровне, так сказать, правоприменения раз и на уровне обычаев два. Дети остаются с отцами. Как имущество остается тоже у главы семейства. Это у меня, кстати, вопрос. То есть шанс для остальной части России только смена религии, знак вопроса. Паскриптум. Не утверждаю, что женщины там другие. Такие же, как везде. В республике ведут себя, как требует это общество, а за пределами могут вести себя по-другому. Но вот мужчины мыслят по-другому. Почему при повсеместном матриархате допускаются такие регионы? Каким образом законы остальной части Российской Федерации на них не действуют? Во-первых, законы действуют. Во-вторых, почему такие регионы допускаются? У них процент разводов, насколько я смотрю в динамике, потихонечку-потихонечку вверх растет. Это, во-первых. Во-вторых, смотрите, вы живете где-то в закрытом коллективе. То есть, не знаю, в деревне, например. Или еще где-то, где все друг друга плюс-минус знают. И там у них сложилось веками определенный быт, определенные понятия семьи, о роли мужчины, о роли женщины. Ну и нахрена сюда вмешивать государство? Они там сами разберутся со всем. То есть, люди зачастую не дойдут до ЗАГСа, не дойдут до суда, чтобы развестись. Вот так это и действует на понятийном, на бытовом уровне. У них просто честно, если там и сосед в курсе традиций, и брат, и отец, и на работе, и даже полицейский, который придет, и даже в ЗАГСе человек, и даже в суде, и даже у приставов. Там все в курсе. Были случаи, сейчас не пропускали детей с одними матерями. За границу, вот Верхний Ларс, как раз недалеко, в Грузии, просто идет женщина, соответственно, да, с ребенком. Ей говорят, а папа в курсе? Она такая, да, ну а он сам из 95-го региона, допустим, условно. А они говорят, мы с ним поговорим по видеосвязи прямо сейчас. И соответственно, если он подтверждает, то да, то есть там идет общее ответственность общества за поведение женщин. В частности, не просто грубо сказано за поведение женщин, просто немножечко ставят рамочки. Вот так вот у себя вести уже нельзя, не принято. Ты знаешь, например, что ты приезжаешь в Грозный, классный город, все там хорошо, отстроено, все здорово, дружелюбные люди, но там не принято ходить в шортах всем. Ты знаешь, то есть ты там не будешь ходить в шортах. Тебе подойдут спокойно, скажут, друг, одни, пожалуйста, что у нас не принято ходить в шортах, а ты скажешь, меня нету. А они тебе скажут, пойдем, мы купим тебя что-нибудь. То есть даже так, ну понятно, в рамках разумного. То есть видишь, они как бы, да, поверх законов накладывают свои традиции. Ну, что можно сказать, я вот сам родом из Казани, вроде как бы тоже регион соответствующий, пропитан соответствующей религии, тоже замечательный. Но там намного менее выражены вот эти традиции. Ой, и как там плохо все выражено. Разводов огромное количество. Казанских близняшек знает весь интернет. Ну, потом погуглишь. Ну, потому что они ориентируются, видимо, уже прежде всего на законы, а не на свои традиции и не на устои. Вот в продолжение опять же этой темы, это уже у меня в телеграм-канале, перепостил новость телеграм-каналу МЭНС. В Афганистане талибы запретили женщину посещать единственный в стране национальный парк. Талибы, я не знаю, в всяком случае скажу, это запрещенная организация в России, не запрещенная, на всяком случае оговорюсь. Может быть, даже они все иноагенты, я не знаю. Они решили ввести ограничения, так как посетительницы не соблюдали правила ношения хиджаба. То есть, единственный национальный парк, правила ношения хиджаба не соблюдают, им запрещали посещать. Власти заявили, что туризм это нежизненная необходимость для женщин, в том числе. Ну, и, собственно говоря, запретили. Вот. Я посмотрел перед стримом Афганистан на 14-м месте по деторождаемости. А на 14-м? То есть, он был лучше. Пигеведия пишет, что за 2020 год они вроде как на 14-м месте. Но, в любом случае, у них сраждаемость намного лучше, чем у нас. Понятно. Это я даже не сомневаюсь. Это к вопросу, опять же, вот они жестко женщинам что-то запрещают и что-то навязывают. Вопрос у меня в следующем. Как ты думаешь, они правильно делают? Ну, скажем так, если надо будет решить вопрос с рождаемостью, действительно вот взять и действительно его решить в России, скажем, в одно государство, чтобы местное население... А кому надо? Размножалось. Ну, опять-таки, государству. Если бы государство захочет это сделать, то тут без ограничений для женщин не обойтись никак. А государство... Ну, вот смотри, давай просто разберемся. А государство это кто? О, слушай, вот самый главный вопрос. Я чисто сказал, если вдруг... А тут надо государство кто? Кто там... Кто есть кто и так далее и тому подобное. Кому надо? Женщине самой явно не надо. Я немножко вкину дальше, продолжу свою мысль. И, может быть, мы даже до чего-то интересного договоримся. Главное, чтобы не до статьи. Вот с уважением ко всем относимся и к религиям, и к женщинам. Я считаю, что государство это чиновники. Можно со мной спорить, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы считаете, кто это государство, что это такое. Но я считаю, что это чиновники различных уровней, не только топовые чиновники. Потому что могут быть 100 самых топовых чиновников, президентов, премьер-министров. Но если низовые чиновники байкотируют их приказы, то хрен что эти топовые чиновники с низовыми сделают. И, по сути, все будет так, как низовые чиновники хотят, так как они привыкли. У нас, я у себя в телеграм-канале постил тоже, у нас 60 или 70 процентов чиновников на всех уровнях это женщины. Ну, там по полу разграничения есть. В судах под 80 процентов, ну, в целом 60-70 процентов, то есть большинство чиновников это женщины. И вот им я от женщин вообще не слышу про рождаемость ничего. Только там в качестве каких-нибудь депутатес, в качестве какой-нибудь мульки, чтобы протащить очередной какой-нибудь алиментный закон. Вот здесь, да, прикрыться как фиговым листком рождаемостью, в которую они не верят. Но вот, по сути, вот, чтобы сердце у них болело, ни разу не слышал. И мужики все носятся у нас, и рождаемость падает, рождаемость падает. Женщины на них смотрят, такие, ну, падает, и что дальше? В Афганистане мужчины взяли власть, вот, жестко нахлобучили, закрутили гайки женщинам, в том числе. Ну, справедливости ради, надо сказать, что и другим мужчинам тоже там, ну, как ты говоришь, например, в шортах по Афганистану тоже вряд ли походишь. Надо сказать для чистоты эксперимента, что там и так очень все было сложно. Они просто легализовали те традиции, которые в значительной степени соблюдались и так. Вот, и у них есть яйца мужские, чтобы настаивать на этом, что нам рождаемость в государстве, это мы, мужчины, вот, причем определенные религии. И нам нужно, первое, рождаемость, что надо сделать? Все, начинаем хлобучить и жестко закручивать гайки. Нам что еще нужно там, безопасность, начинаем, вот, в то же время у нас вроде как нужно, а вроде как и не нужно. А давайте еще подумаем, может быть, денег кому-нибудь дадим, а может и не дадим, вот, а может дадим, но там как-нибудь не так. Вот с твоей точки зрения, вот что лучше, такое государство, как в Афганистане, вообще, в целом, вот ты, не то что лучше, ты, у тебя к чему больше душа лежит? Я считаю, что... Хрен, ты поедешь, поездишь по Европе там, вот, или, с другой стороны, как у нас, ну, делать, что хочешь, но рождаемость не будет, вот, все вымрем. Лучше всего... Тебя к чему душа лежит, да? Ну, смотри, это, конечно, ну, у нас еще не самый плохой вариант в России, имею в виду, Афганистан, конечно, это крайность, я бы не хотел ни в коем случае ничего подобного, но взять кое-какие моменты оттуда можно, так, чуть-чуть. Ну, ведь не получится, почему политикой... Чуть-чуть не получится, да, да, да. Да, депутатесы наши любимые, почему они начинают говорить про рождаемость, это же один из основных таких моментов, которые дают возможность получить хайп и популизм, получить голоса наших любимых богинь. Каждая женщина, она в глубине души все равно вот это вот хочет, чтобы ей было как можно больше всяких прав, в том числе, как матери, а, значит, какие капиталы, выплаты и прочее, 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 это просто в них сидит. Да, так же самое сейчас придет, представляешь, депутат, вот, я не знаю, допустим, это будет и буду я, и начну обещать нашим мужчинам на серьезных щах, что каждому мужчине персональная рабыня. Фантастика. Вот, ну, даем женщину рабу не каждому. Ну, как ты думаешь, будут голосовать? Мужчины, я думаю, многие будут, ну, другое дело, что это невозможно. А женщин фактически, получается, практически возможно, и, конечно, это все используется как популизм, и государство абсолютно не заботится о рождаемости. Это все так, на уровне поболтать, миллион, там, квартиру за пятого ребенка, еще что-то там, земельный участок, это все бред. Слушай, вот здесь очень интересно, мы с тобой немножко разойдемся, потому что лично я наблюдаю, я не настаиваю на том, что мое мнение сейчас универсально верное, но я наблюдаю, что словами о деторождении, о демографии, вот, всякие депутатесы, они воздействуют на мужчин. И сами, самим, им настолько до фонаря вообще, до демографии, до того, что будет с Россией, вот, настолько им плевать, что я даже выразить не могу, вот, насколько. То есть, просто, просто наплевать, вот, но мужикам этим надо что-то вбросить, и вот они им начинают, не хотите, чтобы мы вымерли все, вот, сказать, и мы начинаем теперь, значит, так, бабок нам надо, денег побольше, намного больше, политика должна быть проженская у нас вся, вот, мужиков всех к ногтю, к нашим под каблук, ну, вы-то, вы-то, понятное дело, вы-то высоко сидите, к вам это, конечно, не относится, вот, всех этих низовых миллионов мужиков, вот, их к ногтю, или вымрем, не будем рожать, то есть, это элемент такого шантажа-торга, вот, и настолько им плевать, вот, насколько возможно, если мы берем таких обычных женщин, так сказать, которые не в политике вообще ни разу, они хотят родить одного ребенка, и хорош, чисто для себя, как хомячка завести, ну, это, опять же, то, что я наблюдаю, конечно, это может быть не так, конечно, я, может быть, так сказать, у меня какая-то деформация там, вот, как ты думаешь? Ну, для них популизм, это самое главное, самое главное, что, это деньги, чтобы получить деньги, нужна власть, ну, это такой, знаешь, симбиоз, деньги власть, власть все равно деньги, да, вот, что для этого нужно, избраться, все-таки, все-таки для них, вот, именно для них, для этих самых ребят, у которых, и девчат, скажем так, у которых нет большинства в Госдуме, им надо действительно пролезть туда легитимно, ну, насколько возможно. Потому что админресурсы, их все-таки, ну, им сложно, им действительно надо что-то говорить, суетиться как-то, да, ну, это так, чисто, чисто моя фантазия, оценочное суждение, про сказку, которая мне приснилась. И для этого, да, используются все самые жесткие методы, в том числе, воздействие через рождаемость, и на мужчин, и на женщин, я все-таки думаю, что в основном на женщин, но не суть. Может быть, на мужей, вот этих вот, на это стадо оленей, да, и кукулдов, которые, да, их там жены говорят. Слушай, а ты думаешь, им не наплевать на электорат? Абсолютно наплевать, им главное, чтобы за них проголосовали. Не-не-не, я имею в виду, настолько наплевать, что даже на уровне популизма. Вот я опять сейчас выдуманную историю расскажу, которую я сам только что выдумал. Предположим, какая-нибудь политикесса, не будем говорить где, берет энную сумму денег для того, чтобы организовать какой-нибудь фонд, не будем говорить какой. С этого фонда она и братва или братессы женского пола, которые стоят за ней, которые ее поддерживают, пропихивают, пиарят, дают денег, они хотят получить свой гешефт. Вот, то есть, ну, такая, казалось бы, в масштабах государства мелкая цель, но эту цель они хотят сделать за счет государственного бюджета. Еще раз подчеркну, что я не говорю ни кто это, ни про какую страну речь идет, это моя фантазия, только что придумал. И вот они начинают тем людям, ну, это может быть человек 30, от которых зависит, пройдет ли их закон в Думе, в Думу на уровне первоначальном, проголосуют ли за него, например, в Думе, как за него проголосуют, не претерпит ли он таких изменений, что они, так сказать, с этой кормушки отпадут, пройдет ли он Совет Федерации и дадут ли на подпись, так сказать, высшим лицам. Вот, это, ну, человек 30, может быть, 100 человек. Вот им всем нужно кому-то, может быть, поделиться с кем-то, но делиться это западло. А лучше рассказать, что, смотрите, у вас такие шикарные карьерные перспективы, когда мы этот фондик себе намутим, открываются, да, вы здесь исполните поручение президента, поднимите демографию. Вот, то есть, ну, вот эту вот лапшу просто навешать на уши, вот какой-то там 50, может быть, сотен человек, от которых реально зависит, получат они себе эту кормушечку или нет. Вот, а на весь остальной электорат, им настолько, это вообще не для них говорится, вообще не для них. Вот, опять же, я не настаиваю, это я только что придумал, что думаешь. То есть, вот эту мелкую цель, они ее протаскивают, а кто-то сидит там, какая-нибудь условная тетя Даша, думает, вот, обо мне заботятся, обо мне, о матери заботятся. Вообще, на нее настолько насрать, я даже не представляю насколько. Я думаю, что на таком уровне игра ведется уже по многим фронтам, и ведь что плохого будет, да, если на болотах будет вой, давайте-давайте. Всегда можно сказать, вы послушайте, сэр, как воет болото. Они же хотят этот самый закон, они готовы, им же нужен этот фонд. Да, 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 да. Понимаешь? Тут же сотню подписей откуда-то там, они тут же скажут, вот, пришло за 10 минут мне сотня подписей. От каких-то безымянных там людей, да. А перед выборами кое-куда можно сказать на болоте, мы почти приняли такой фонд, каждый будет по 100 тысяч в месяц до конца вообще смерти. И персонального раба, двоих, каждый выдадим. Только проголосуй, голосуй, голосуй. Вот все, вот урна на, суй. Корзина, как говорится сейчас, а не урна. Почему нет? Вот мы с тобой расходимся в том, что ты считаешь, что для них публика, ну вот для них народ какой-то, не буду говорить какой, и голосование что-то влияет вообще на что-то. А я вот думаю, что им любые цифры нарисуют и в любые комитеты их протащат. Если десяток людей, выше ее стоящих, да, вот где-то вот, это такой политикесса, вот, будут к ней просто хорошо относиться и будут с нее иметь в том числе и свой гешет. Вот. Ну, смотри. Им настолько плевать на голоса, вот, мое точка зрения, что, ну, просто наплевать. Вот они уже не работают с электоратом. Они делают вид в телеграм-чатах, только вздумайся. Я понимаю, да. Что работают. Вот они не работают. Им срать вообще, просто срать. Голосовать будут за них, не голосовать. Че там, вот. Я думаю, что отчасти, отчасти все-таки играет роль. Ну, конечно, отчасти. Какой-то процент все-таки. Я просто оптимист в этом плане. Все-таки хочется, чтобы какой-то процент играл. Небольшой. Все-таки бой с болот все-таки был такой, позитивный. Я не настаиваю. Скорее всего, я вообще не прав. Вот, то есть, это мои фантазии вместе с деформацией. В чате спрашивает нас, тебя точнее, не нас, а тебя, в Мировинген. В общем, грузинские женщины хороши, и в чем их отличие от негрузинских? Смотрите, ребята, в иммиграции, в Испании, в Турции, в Грузии, вы попадаете, сразу приезжая на место, вы сразу попадаете вне рынка. То есть, хороши они или плохи, не имеет значения, потому что вы вне рынка. Приезжая в специфические страны, где вы в рынке, там можно смотреть. А здесь смысла смотреть нет, потому что вы вне. Везде есть красивые, везде есть не очень. Процент там плюс-минус. Конечно, разные абсолютно, да. Ну, процент плюс-минус там одинаковый, там, с небольшим разбегом, да. Но ты просто приезжаешь, ты вне рынка. Потому что тебя, особенно сейчас, ты вообще там кто-откуда. О, ух ты ж, е-мое. На тебя даже не то, что никто не смотрит, даже и не пялится злобно. Потому что в Испании хотя бы еще и злобно пялились. В Турции смотрели с любопытством, а здесь стараются просто не замечать. Поэтому оставьте всяческую надежду. За этим делом надо ехать в другие страны. Ну, рекламировать не будем. Может быть, в Таджикистан таджикские мужчины у нас здесь. А ты такой, опа, и туда приехал. Как бы по обмену. Может быть, туда присмотреть. Я каких-то таджичек видел в ТикТоках, симпатичные достаточно. Они говорят, что ой, белые российские мужчины. Это прям как бы очень хорошо, очень круто. Мы все давай-давай. Все готовы. Может быть, туда как бы. Калым большой придется платить. Калым. Не знаю, правда, традиции местных, конечно, не в курсе. Не, ну если в Астане, в Астане-то, я думаю, там попроще. Это чем дальше от столицы, тем нравы, как правило, лучше, моральнее. А в столице обычно собирается самое аморальное. Ну, в любого государства. Ну, разные бывают. Если сказать так, то, что я слышал, даже, наверное, еще похлеще, чем в Москве. В плане меркантильности. То есть, уже очень высокий индекс, так сказать. Это в любой столице. В столицу люди едут пробивные, за бабками чаще всего. То есть, ну, такие. Вот. А на местах остаются такие домашние. Ну, как правило, просто по менталитету. В любой стране это доплевать. Хоть Япония, хоть Штаты, хоть Россия, хоть там, хоть кто. Так. Смеха много на Филиппинах. Я сидел, есть анкета на сайте, знаком с азиатками. Но на Филиппинах готовы встречаться за мешок риса. Это не шутки. Мешок риса, блин, это сколько он стоит? Надо прикинуть. Я просто никогда не покупал мешок риса. Около 50 долларов. Встречаться это в смысле, ты купишь запас риса. Рис пэк. Она пишет. Рис пэк. То есть, запас крупы рис на неделю для моей семьи. Это один мешок. И я тебя буду сопровождать целую неделю здесь, на Филиппинах. То есть, для них это на самом деле чуть ли не на месяц еды. Вот. Ты же понимаешь, надо сделать так, чтобы она тебя сопровождала неделю. Еще и тебе купила мешок риса. Вот. Тогда будешь красавчиком, а ты предлагаешь обычную схему. Не, ну мешок риса это же не айфон. Так, ладно. В чате пишут. Надеюсь, правильно. Ник читает. Вештар пишет. Вопрос к Антону и Эдуарду. Если бы был один выбор, что бы вы выбрали? Первое. Государственная жена и обязательно от нее дети и законы, но мужчина главный везде и всюду. Женщины почти полностью подчиняются мужчинам везде на уровне закона, они правы. Также в обществе мужчин бы уважались. В обществе мужчин уважались бы женщинами. Или второе. Полное законодательное равноправие между мужчинами и женщинами. Ну, то есть, ты понял, либо мужчина главный в ЗАГСе регистрируешь, все как сейчас, только законы в сторону мужчин, и мужчина главный. Или полное равноправие. Ты пока отвечай, я пойду себе чайку подолью. Сложный вопрос. Если имеется в виду, Д, фактор равноправия, то есть правоприменительная практика действительно будет такой, 50 на 50, всегда и во всем, то, конечно, лучше этот вариант. Но и сейчас многие говорят, у нас равноправие, что вы, что вы. Вы просто, как некоторые говорят, бабища, вы просто, ой, богини, прошу прощения. Вы просто не боретесь, надо же по полтора, по два года бороться в судах. Если она вдруг немножко устанет, есть шанс забрать себе ребенка. То есть, хоть как-то оставить его, ну, место жительства будет определено с собой. А если она все-таки не устанет, то и шансов тогда практически нет. Даже с наркоманами, с психбольными, женщинами оставляют детей и так далее, мы это все знаем. Поэтому, если будет поправо применительной практики, 50 на 50, действительно, и пенсионный возраст одинаковый, да, и, получается, вызываешь сантехнику, женщина приходит, слушай, белыми рученьками, дерьмище, вы представляете? Я бы, честное слово, стоял, смотрел, ух ты, милая, вот эту какашку пропустила, давай, милая, работай. Забавно. По-моему, это сюрреализм какой-то. Марин, мне кажется, ты немножко в сторону ушел, я думаю, что суть вопроса сводилась к тому, ты предпочел бы быть в семье главным или на полном равноправии жить в семье с супругой? На принципе, полном равноправии. Два мнения. Когда я был молодой и оленел, я бы, конечно, предпочел быть в семье главным. Сейчас, не-не, на равноправиях. Пусть-пусть работают. Мужчины, привет. Каковы шансы, чтобы не платить? А, ну, я, конечно, тоже за равноправие, да. А, тем более, на Ютубе будем это выкладывать. Мужчины, привет. Каковы шансы, чтобы не платить алики, завести детей через донорство, то есть найти, согласно этому бабу, сходить с ней в репродукционную клинику? Вот я вам докладываю, есть законодательство о здравоохранении, и вы, как одинокий мужчина, лишены полностью по нашим законам каких-то репродуктивных возможностей в России. То есть вам, вы не можете в одиночку суррогатную мать себе найти и с ней что-то организовать. Это доступно либо одиноким женщинам, либо семейным парам. То есть берется яйцеклетка у женщины, у мужчины, соответственно, сперматозоид, все это взбалтывается, и в суррогатную маму, да. Вот. Ну, и КО, понятное дело, тоже вам недоступна в силу физиологических особенностей. Поэтому вы по закону, на уровне закона дискриминируетесь, и одинокая женщина может воспользоваться услугами суррогатного материнства, взяв сперму, там, не знаю, там откуда-нибудь, да, из спермобанков, там, и так далее. Вот. А вы не можете, как одинокий мужчина, то же самое и с различными усыновлениями, и так далее. Но здесь вопрос не про это. Вот. Поэтому докладываю вам, на уровне закона вы дискриминированы и в этом. Вот. Про алименты здесь речь не идет. Хитрый выискался тоже. Молодец. Вот. Уже все предусмотрели. Ну, можно куда-то поехать. В какую-то другую страну. Не буду говорить, какую. Их несколько. Ну, и там это дорого. Относительно. Тем более сейчас. Ну, и люди делают, да. И не факт, что когда и если вы приедете сюда с вашим ребенком, и решите здесь пожить, у вас не возникнет проблем. Потому что первый вопрос, который будет у любых преподавательниц, или воспитательниц, или еще у кого-то. А где мама? Умерла. Где мама? Умерла. Документы нужны. Ну, пожалуйста, дети со смертью. Вот. Ну, его надо сделать, понимаешь? То есть, это поехать в другую страну. Предположим, наличие. Не, ну, это когда умерла. Другой вопрос. Тут же, если в другую страну сделать, и там что-то пройти, ну, это уже подделка документов. Ну, понимаете, начинаются проблемы. И они могут вылиться, могут не во что, а могут в фатальные, вплоть до вашей посадки. Вплоть до обвинения в торговле людьми и во все, что угодно. Конечно. Да, у нас страна, она недружественна к одиноким отцам абсолютно. Если мужчина хочет себе ребенка, у нее серьезные проблемы. В нашей стране, он, ну, в России я имею в виду, он этого себе не получит. Ну, опять же, если он, конечно, уровня Филиппа Киркорова, то, может быть, и получится. Хотя у того тоже были проблемы, и обвинения ему выдвигались. Вот, проторговали людьми, да, я сказал. Вот, он как-то все это разрулил. Ну, опять же, если вы не Филипп Киркоров, вы хрен это разрулите. Ну, разрулил все-таки, да, как-то. Ну, в общем, это очень сложно. Но не факт, что это скоро опять не возникнет, этот момент. Там, через годик, например, снова на второй, на третий круг это не выйдет, у него эти проблемы. Как только покажется неугодным, сразу начнут за это дело подтягивать. Классическая схема, в принципе, ничего нового. И они это придумали. Все очень классически. Вообще, тут еще интересный вопрос, мне тоже один подписчик спрашивал. Я хочу быть очень сильно папой, просто, может быть, пользоваться услугами. Есть такие не услуги, а наоборот, ты становишься таким почетным донором спермы. А за это еще и деньги платят. Один пошел, а его не взяли. Потому что он не подходит по медицинским показаниям. Там надо быть очень здоровым. IDTQD спрашивает в чате. Ребята, а что с ними, филиппинками, делать? Остальные 23 часа 50 минут в сутках. То есть 10 минут понятно, что в сутках делать, а 23 часа 50 минут, ну, как бы, что? Это же тоска. Общаться с ними – это особый уклад. Наблюдая у приезжих мужчин, они общаются между собой. Нет, парни, мы воспитаны на книгах, нам нужна женщина, человек, партнер. И это сейчас невозможно. Не, не, невозможно абсолютно. Ну да, есть там своя такая тема, что она надоест через дня 3-4. Единственный момент, что она как гид может быть в этот момент. То есть ты как приезжаешь, у тебя есть пульмассовая программа. Кстати, хорошая тема, да. Она все знает, она, естественно, не первый раз, все в курсе. Это как тайки раньше были, они сейчас обленились, они этим не занимаются. А эти занимаются, пока еще голодные. И она тебя везде таскает, действительно знает, где все подешевле, где все прикольно, красиво. Ну и, соответственно, украшает твои вечера и ночи. Вот, так вот. Потом у нее случается на пятый день день рождения с каждым новым мужчиной. Это тоже традиция. Там вообще байк много, на самом деле. Но, видишь, как, в конце концов, на любой вкус и цвет. Пока еще есть такие места. В телеграм-канале сделал у себя сегодня опрос. Вот тебя тоже хотел бы спросить. Какое слово вызывает у тебя наибольший позитивный отклик? Папа, мама, свобода, девушка, справедливость или ребенок? Вот ты бы как ответил? Что тебе... К чему у тебя больше душа лежит? К слову папа, к слову мама, к слову свобода, к слову справедливость, к слову девушка или к слову ребенок? Свобода. Вот смотри, люди... Я ответил, кстати, справедливость на этот вопрос. 43% как и я ответили справедливость, 33% ответили свобода, 16% ответили папа, 4% мама, 3% ребенок и 1% девушка. Понятное дело, что отвечали мужчины на моем телеграм-канале. 350 человек ответил на данный момент. Так, а почему несправедливость, а свобода именно? Зачем мне без свободы справедливость? Так справедливо, чтобы ты был свободным? Разве нет? Ну кого, ты кого? Для какой-нибудь бабищи, для девушки, она скажет, что это несправедливо. А какая-нибудь депутатика скажет, точно несправедливо, примем-ка по справедливости новый какой-нибудь закон. Ты же не рожаешь, а она рожает. Ну-ка, разорвемся жопам мужчинам, чтобы они почувствовали, как это, по справедливости. И дай бог. Ну так она рожает-то себе. Ладно. Новость тоже сегодняшняя. Женщина перевела мужчине с аватаркой Джона Бонжови полтора миллиона рублей. Видел ты, нет ли это новости? Нет. Ну смешно. Сейчас, подожди. Она верила, что общается с рок-звездой. Первый вопрос. Как ты думаешь, сколько лет этой женщине? Давай, с одной попытки. По-моему, это бабушка какая-то. Там 50 плюсов, нет? 32-летняя. Я понимаю первую реакцию. Либо какой-то ребенок 10-летний, да? Ну, либо бабка старая, которая там в интернет первый раз в жизни вышла. Такая, о, Джон Бонжови. Не-не, 32-летняя тетка. Такая, знаешь, которая в интернете разбирается там получше еще нас с тобой. Значит, переписывалась с ним несколько месяцев. С Джоном Бонжови. Слушай, как присел красивый ей, а? Сейчас, подожди. Джон признавался Насте в любви и обещал приехать. А потом... С концертом? Сейчас. А потом попросил купить у него вип-проходку на любые концерты и перевести деньги на лечение дочери. Причем на российскую карточку. Ну и Настя... Настя, конечно, согласилась. Подозрения у нее появились только после того, как ей написал в скобочках директор ФБР и в скобочках, в кавычках точнее, прокурор США, которые предложили помочь ей с возвращением денег. Но я так понимаю, это тоже не забесплатно. На этом роман Насти и Джон Бонжови закончился. Ты представь, вот, знаешь, вот, как ты объясняешь? Вот сидит, она не тупая, это не ребенок и не бабка, выжившая из ума старая, да? Ну, сидит тетка, вот, 32 года ей. Вот, наверное, она себя считает там симпатичной, да? Вот, как ты объясняешь, что она на полном серьезе такая, о, Джон Бонжови, рок-звезда, несколько месяцев с ним общалась, и, ну, напрям, у нее даже мысли не возникало, что это не он, что это фейк. Вот, что, вот, как бы, ну, а что такого? Он общается с Джоном Бонжови, да? Ну, подумаешь. Вот, вот ты как это объясняешь? Что у нее в голове в этот момент было? То же самое, что у миллионов клиентов, одной королевы марафонов, и у других, там, сотен, даже тысяч инфа вот этих бизнесменов, всякие энергии, родология, ясновидение. Ты знаешь, сейчас есть ясночувствование и яснознание, они уже не просто ясновидящие, они ясночувствующие и яснознающие. Что с тобой не так, и для того, чтобы перестало быть не так, надо срочно, экстренно перевести 600 тысяч рублей. Вот, у вас есть время до вечера, потом ретроградный Меркурий уйдет, и это не прикол, это то, что происходит с нашими прекрасными богинями, да и с некоторыми, чего уж там, один чувак, фермер, с юга России, купил кинжал власти, чтобы исправить, чтобы у него урожай был, знаешь, за сколько, за 9 миллионов рублей. Ну, кинжал власти, ну, реально, ему продали кинжал власти, с камнем-то. Он его втыкал, голый втыкал в землю, чтобы урожай был у него, короче. У меня, знаешь, опять же, я не настаиваю на правильность своей версии, у меня версия такая, что в своей голове вот она и очень много женщин на стране, вот, они уже достигли, у них настолько чувство собственного величия пробило стратосферу, что я уверен, что она даже, ну, думала, что, блин, всего лишь Джон Бонжови, какой-то лох, да у меня вон таких Бонжови во дворе, то есть она настолько крута и богинеобразна, что, ну, это всего лишь какой-то Бонжови, рок-звезда, подумаешь, что, да, как бы, я еще подумаю, пускать ли его в свою семью с детьми, оставшимися от других браков. А почему не Майкл Джексон? Так, спасибо огромное, вот Мария Циберман, топ-донатер, задонатила тысячу рублей, сейчас прочитаю донат, а пока вопрос из чата. В прошлом году был в Азербайджане, Максим Ложкин пишет, удивила традиция местных мужчин каждый день собираться на улице за чаем и что-то обсуждать. Почему для славянских стран это так нетипично, если собираемся только за алкоголем? Как ты думаешь? Ну, почему нет? Естественно, с уважением. Ну, как бы, просто нет традиции бухать у них отчасти, хотя есть, на самом деле. Я не знаю, за это вариант, но... А не по кальяну в основном. Ну, да, то есть, вот, хотел сказать, что про кальян, про кальян-то почти наверняка. Ну, чай там, ну, тут надо сказать один интересный вопрос, один интересный момент. Бутует мнение, что не все в курсе о составе чая. То есть, есть такое мнение, это не касается Азербайджана ни в коем случае. Просто я где-то слышал, у меня там знакомый служил в Средней Азии, и вот они тоже пьют чай. Он попил этого чая, его угостили, и это был очень такой интересный чай с такими любопытными травмами, которые прям, прям таки резко... Не тот чай, который пьем мы, так сказать. Ну, и кальян зачастую, они курят не обязательно с табаком, и с другими тоже вещами. Это как бы все понятно, что человек, существо наркоманистое, предрасположенное к зависимостям, и найти человека, у которого не было никаких зависимостей, можно их долго перечислять, какие они вообще бывают. Это сложно, конечно. Вот здесь, наверное, вопрос был в том, не в том, что они именно чаю употребляют, да, а в том, что мужчины именно собираются. Вот, собираются и вместе что-то обсуждают. А мы, как бы, хрена с два мы собираемся где-то. Ну, в меньшей степени, да. Собирались раньше, я помню, мы что-то всегда с ребятами собирались, что-то обсуждали, было такое, давно это давно. Но это же все отчасти государство было уничтожено. Я помню, мы лет, там, 20 было мне, ну, что там, лавочка, мы там выходили, там, кто-то пинг-пинг, кто-то просто общался, там, просто вот. И, зай, подъезжает, ментовский бобик, и двух, трех человек просто забирает. Всегда разных. Чего вы тут кучкуетесь, короче? Да, да, я тоже про это подумал, что у нас сейчас соберешься. Да, это вообще-то, ну, стандартная практика. А чего, чего это вы тут кучкуетесь, ребят? Вот теперь и все. Я от себя могу добавить, ну, следующее, как мне кажется. Мужчины сейчас собираются в интернете, просто если вы не в курсе. Не знаю, как в Азербайджане, где вы были, с интернетом и вообще вот с этой всей культурой. В интернете мужчины объединяются в кланы, идут на танках, значит, на интернетовских танках, нарисованных куда-то. Вот. Идут убивать драконов вместе. То есть, прям существует целое сообщество из миллионов мужчин, причем не только русских вообще в целом в мире, но и русских тоже. Которые что-то, какую-то деятельность ведут. То есть, много деятельности ушло в интернет. Это, во-первых. Во-вторых, ну, я периодически вижу даже вот в Москве, ну, кто-то в футбол играет. Да, поменьше этого стало, хотя площадок побольше, этого поменьше, но все равно тоже есть. То есть, люди, мужчины именно в футбол играют, там, в хоккей гоняют, там, еще что-то. То есть, ну, я бы не сказал прям, что это куда-то ушло. Я так понимаю, сейчас опять приходят с появлением таких полей, вот этих зон на природе, воркаут, там, да, приходят опять. Это все развивается, это хорошо. Так. Вопрос там был от топ-донатера, что там? А, точно. Я его прочитал про себя и переключился на чат. Сейчас, подожди. Мария Циммерман. Женщина перевела мужчине с лицом и колосом Антона Сарвачева тысячу рублей. Отличный стрим, господа. Всем добра и удачи. Спасибо. Да, и спасибо, и вам тоже. Видишь, у тебя тоже получается, правда, не полтора миллиона пока. Я, правда, не представляю с женом Банжои. Надо, может быть. А ты представляешься с развитием нейросети в ближайшие 3-4 года, и что начнется? Это же как пиздец просто. Уже сейчас какие вещи они творят? Скоро ведь начнется действительно качественная прям трансформация сигнала, то есть обработка в режиме реального времени просто на раз-два и будет вообще просто. Что все порнушницы будут делать? У меня самый главный вопрос к ним. Ведь виртуальная порно – это первое, что заменит вот это вот ИИ, это первое, куда придет, это в эту индустрию. И с учетом возможности отрисовать все как надо и платить не нужно, понимаешь? Ну, все равно ощущения другие, запах как минимум. Запах очень сильно влияет на качество… Интернет, я имею в виду, вот эта вот тема в интернет-индустрии. Нет, я имею в виду, что эти порнушницы, они взвинтят ценник и, думаю, будут с них рисовать 3D-модели. А хочешь получить такую настоящую, плати миллион, и она к тебе домой приедет там на пару часиков. Вот, я думаю, в эту сторону все уйдет. Ну, смотри, был же скандал в американской гильдии киноактеров, и их же гильдия решила продавить всех вот этих вот сериальщиков. Ну, не, вот понятно, что не Том Кукуруза, да, а всех таких, кто там в сериалах снимается. Просто, ну, придите, у вас день, мы с вас снимаем метки, это предусмотрено контрактом. И их начали фоткать там, просто вот фоткать. А потом выяснилось, что это 3D-модели делают для сериалов, и они, оказывается, это все подписывали по предыдущим контрактам. То есть, возможно, вот это все. Ну, из этих, может быть, также будет. Ну, это последние люди, кого мне будет жалко, это вот те, кто в сериалах снимается. Это почему, слушай, интересно, почему? А потому что, ну, они, во-первых, если мы берем, так сказать, религиозную сторону вопроса, то актерство, оно всегда разрушало человеческие души, потому что человек, ну, хороший актер, он от себя отказывается, и, ну, он как кукла работает для режиссера, хороший актер. Другое дело, что у нас в России я не уверен, что хороший актер есть. То есть, это травматично действует на психику, вот актерское мастерство само по себе, на психику и на душ человека. Когда ты можешь по заказу заплакать, засмеяться, ну, прям, и даже это будет казаться искренне, ты превращаешься в пустую оболочку. И самый лучший актер, у которого внутри вообще ни хрена нет. Поэтому я все время, всю дорогу вообще, там, не знаю, можно какие-то мои десятилетние ролики найти, десятилетние ролики давности, вот, и я там все, я постоянно говорил, я не понимаю людей, которые слушают актеров по любым вопросам, будь это политика, кино, не знаю, там, про любовь, там, что-то. Вот актеры дают интервью, это же самое любимое времяпрепровождение у многих людей, слушать интервью различных актеров, как они в жизни, да, там, вот. И я не понял, вы зачем это слушаете? То есть, ну, они тупые. У меня для вас секрет, все актеры, они очень сильно тупые, правда. Вот, другое дело, что, опять же, это профессиональные актеры, типа, там, ну, я не знаю, там, берете каких-то мировых величин, вот, они очень сильно тупые, ограничены кругозором, потому что им ум, их какой-то, аналитическое мышление, оно им мешает в актерской деятельности. У нас, да, где, там, так сказать, Гоша Куценко во всех сериалах или Дмитрий Нагиев сами себя играют, вот, да, у них там в башке что-то есть зачастую, со школьной скамьи там что-то остается, вот. Вот, ну, потому что они актеры херовые сами по себе, и Нагиев, и Куценко, там, любых берите, там, Козловский, там, какой-то кто угодно. С уважением, конечно, и любовью ко всем отношусь, вот, но просто у меня вот такой вывод. Я, ну, с актерами первой личины я не общался, но вот, так сказать, общался с различными актрисами, которые прям в театрах играют, да, ну, так, за рюмочкой чая, актерами тоже, вот, ну, они правда тупые, вот, они очень сильно, они могут изобразить, сыграть убедительный интеллект, могут, надеть очечки вот так вот, и какие-то шаблонные фразы, там, что-то такое вспомнить, может быть, даже разучить пару умных слов из Википедии, но в них стержня нет, актеру стержень мешает всегда, любому, профессиональному, и если он этот стержень какой-то, свое, собственно, я не доломал, он херовый, и настолько, насколько он его не доломал, он и будет херовым актером. В идеале это должна быть марионетка просто, вот, с определенными скиллами, да. Поэтому слушать, слушать актеров по любым вопросам, они даже в фильмах не разбираются, в фильмах режиссеры разбираются, продюсеры, они в этом не разбираются, их ставят как попку, и он должен отыграть, и все, и пошел нахер, вот, поэтому это последние люди, кого мне будет жалко, ну, потому что это будет хорошо, если их заменят 3D-модели вот эти, люди перестанут ходить в актерские школы, а режиссер будет садиться с айтишниками, да, и говорить, так, мне здесь нужно, ну, ничего не поменяется, только люди перестанут травмироваться при обучении актерскому мастерству, вот и все, моя... Тоже мнение интересно, я как-то не обращал внимания, так и играют, и ладно, иногда, в последнее время нет времени что-то смотреть, у меня тут свой сериал, каждый день новый, мохнатый, он зритель, вот и кошки, то одной лапу оторвал, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, да там кошмар находится. Тут еще очень интересный момент, это, кстати, частично на нас, на блогеров распространяется, который заключается в том, что актеры, они, как и музыканты, они создают людям определенное настроение, ну, вот играешь в фильме, и ты такой, о, там, я не знаю, там кто-то, да, Шварценеггер, вот, благодаря ему я накачался там, или Брюс Ли, благодаря ему я начал заниматься спортом, вот, вот, перестал пить, курить, ну, там все, и вот люди всю жизнь вот живут с позитивным отношением, ну, к каким-то актерам, которые играют хорошие роли, нет ни одного человека, который бы прямо вот, ну, знаешь, есть актер одной роли, там, сыграл злодей, всю жизнь играет злодеев, вот, и у него не будет, никто ему не будет спасибо говорить, потому что он связан с негативными эмоциями, если актер связан с позитивными эмоциями, как и музыкант и так далее, человек сразу, он расслабляется, и, ну, у него вот этот блок открывается, он такой говорит, наверное, этот актер херни не скажет, ну, потому что, ну, он же хороший человек, а вы не знаете его как человека, и как человек он тупой, я вас уверяю, он тупой, он дегенерат, ну, с уважением, опять же, это я, вот, вы знаете всего лишь его кинообраз какой-то, который вам понравился, запал в душу, вот, брата он сыграл, да, там, вот, там, еще, еще в чем-то, там, бандюгана какого-то очень убедительно, и, соответственно, зная вот эту технологию, различные политики, различные, так сказать, те, кто нами манипулирует, они это используют, вот, снимая, да, эти интервью предвыборные, опять же, очень часто музыкантов и актеров нанимают для предвыборных компаний, ну, почему это делают, ну, потому что критическое мышление у людей к ним, так сказать, оно отсутствует, просто напрочь, это технология, это часть вот этой вот технологии, которая нам промывает мозги, и, в том числе, навязывает вот эту вот оленьячью матрицу, да, о чем они поют, о чем они говорят, вот, сейчас, если любой актер скажет, что, типа, там, ну, не знаю, там, мужчину, сказать, будьте уже мужиками, хватит, хватит бабам одно место лизать, он вылетит из этой тусовки, как пробка просто, он перестанет, его перестанут приглашать, и он умрет, ну, в нищете, вот, под мостом, потому что он, ну, с него пользы никакой, то есть он эту матрицу не поддержит, а, наоборот, ей себя противопоставляет, ну, нахрена эта матрица нужна, она его вышернет просто, вот и все, поэтому цените, цените блогеров про мужских, потому что, если не мы, то все, вот, там, сгод. Натуральное надо ценить, натуральное. 10, 15, 20 блогеров наберется про мужских, все, это весь актив, который есть, ни актеры, ни музыканты, никто за права мужчин, ладно, за права, просто, так сказать, за... Никто мужчинам доброго слова не скажет, вы когда видели... Нет, нет, только должен, конечно, должен, обязан, дай, ты че, ты должен. Просто, когда вы видели, чтобы... Я вот такого ни разу не видел, чтобы какой-нибудь музыкант или актер в интервью рассказал бы, что... А вы знаете, вот, ну, мужчины тоже у них проблема. Это имеет место, когда нужна манипуляция, например, в армию, вот, в армию нужно мужчин загнать, они говорят, вот, мужчины-бойцы, вот, да, герои, молодцы, вот. То есть, если ты мужчина, но ты не в армии, то ты нахер не нужен. То есть, ну, это вот в связке с профессией идет. Мужчины-айтишники тоже крутые, вот, нужно больше айтишников, соответственно, в этом, ну, в манипуляциях, так сказать, их используют. А просто так, от души, никто ни разу в жизни. Зато мужчин никогда не поддерживал, и проблемы их переделали. Не-не-не, от них, это зашкварка, они по-любому. IDDQD пишет. Ребят, пока вы не поймете, что поступок бабы с Бонжови – это норма, ей просто не повезло. Это реальный уровень мышления. Пока для вас это дикость, ахтунг, срочно доедайте красную таблетку, чтобы понять реальный окружающий мир. Вот тоже мнение, вот, я с ним согласен. Так, у испанцев тоже традиция собираться, так это у них просто климат, теплый, я считаю. Но это тоже свою роль играет, конечно. Ведут ли налог на яйца со временем ухудшения демографической обстановки? Она будет только ухудшаться, и это уже очевидно, и поможет ли это? Лично я лучше буду платить этот налог, чем сливать жизнь в унитаз. Как считаете, поможет ли вообще этот налог? Ты как считаешь про налог на яйца? Кому? В чем он должен помочь? Увеличить рождаемость? Не знаю, вот, поможет ли демографическую обстановку. Не хочешь платить налог, типа тебя стимулирует завести ребенка. Тебе так и так... Тебе нет, конечно. Смысл в том, что тебе так и так платить, а так хоть ребенок будет. Может быть, радость отцовства, познаешь. Ну, слушай, так 6%, там, по-моему, про 6% кто-то говорил, а так 25%. Ну, не знаю, на очень глупых людях, наверное, это и сработает, мне кажется. На нескольких процентах, но в основном, ну, как бы, сильно вряд ли, я думаю. Сильно вряд ли, по-любому. Ну, тут у меня, опять же, вопрос в том, что большинство мужчин, подавляющее большинство, она вообще вопрос так не ставит. Им женщина сказала в ЗАГС, они пошли в ЗАГС. Почему? Потому что они боятся ее потерять. Да, она сказала им ребенка, они родили ребенка, она сказала им двоих, они родят двоих. Она сказала к маме, они едут к маме. Вот, потому что женщины очень, вот, из того, что я вижу, и опять же, я могу быть неправ, конечно, вы в комментариях там потом напишите, как я неправ. Вот, женщины очень жестко манипулятивными различными методами, и в силу того, что они психически сильнее, чем мужчины, они нас, многих мужчин, держат за яйца просто, вот. И шантажируют тем, что если что не по их, она уйдет. И целая индустрия психологинь, вот эту вот модель поведения, она обслуживает. Под психологинями я еще и мужских имею в виду психологинь, типа Сатидас с Марком Батоном, вот этих вот тоже. Вот, они все это обслуживают. Вот, поэтому, когда вам женщина будет в следующий раз выкручивать яйца и шантажировать своим уходом, вы передавайте привет, там, Сатидасу, там, и всем остальным психологиням, которым просто нет числа, их миллиард. Больше десяти тысяч, я так прикинул примерно, больше десяти тысяч в русскоязычном сегменте. Представляешься? И каждый вид контента делает, каждый день. И у каждого есть что покушать, и не только что покушать, а еще и живет получше нас с тобой. Зачастую. Нет, они туда заносят, это свидетельствует о том, что эта модель, конечно, хромает прям вообще. Вот такая, ну, огромная нуждаемость, потому что предложение колоссальное, ведь, значит, и спрос есть, который способен это предложение сожрать так или иначе. Получается, вот, нуждаемость просто огромная. Уровень все-таки их несчастности вследствие вот этого паттерна поведения совершенно идиотского, да, когда ей все должны, он огромен. Ведь, ну, в Москве, наверное, сейчас на тысячу мужчин, на тысячу мужчин, только один олень, который достаточно еще обеспечен и готов делиться. А остальные 999 либо недостаточно богатые, либо все-таки недостаточно оленей. Тут, знаете, тут мне на днях человек через Бусти задал... Кстати, я напоминаю, что, опять же, вы, если на Ютубе смотрите, вы смотрите в записи. Несмотря на то, что оно идет как бы как будто стрим, на самом деле, это... Вот, это премьера называется на Ютубе. Вот, а сам стрим был на Бусти, мы оттуда с Бусти читаем вопросы. Вот, как мне один человек написал, что, типа, вот, Антон, то ли юристов таких, как ты, то ли психологов, их же много, вот, а почему вот оно все так происходит, ну, как-то через одно место, да, и мужчин всех набят, и все остальное. Вот, и я так подумал, блин, вот реально человек живет и думает, что, например, таких, как я или таких, как ты, их много. Я психологов таких, ну, парочку еще, может быть, с натяжкой приведу, да и все. А против нас, как ты сказал, тысячи и тысячи психологов с противоположной позицией, плюс вся индустрия музыки, вся от зарубежной до нашей, вся эстрада, вся вообще, все сериалы, все фильмы, все, все политики, все, ни одного. Вот, опять же, к Жириновскому периодически, ну, так кто-то прокидывает, ты знаешь, так что, типа, вот, мол, он только там трындеть умел, а вот что он для мужчин сделал? Он хотя бы эти проблемы озвучивал публично. Было такое, я несколько его интервью смотрел, он озвучивал на камеру эти проблемы. Озвучивал неоднократно, да. Все, с него больше ничего не надо, а кроме него этого не делал больше никто, никогда за всю историю России и Советского Союза. Не было, нигде вы не найдете ни одного политика, который бы просто проблемы мужчин хотя бы озвучил бы. Не было этого нигде, вот. Поэтому все, кроме Жириновского больше, так сказать, никого нет. Все политики работают, просто есть политез, вся, вот эти вот все индустрии, они, ну, и им противостоим вот я, Эдуард, так сказать, там, Дягилев с Михаилом Мэн, ну, еще, может, там, с десяток наберем блогеров, вот, у которых зачастую там и сотни тысяч наберется. Ну, вот, альманах мужских заповедей еще есть, да, там, там, 200, там, 300 тысяч у него подписчиков. Все. А против нас с десяток, ну, это просто, это невообразимые силы, это как Давид и Голиаф. Вот мы Давид, вот, а против нас здоровенный такой монстр, Голиаф. Куда же мы запендюрить камушком-то? Это да, тут... Пока что, пока что не получается. Ну, сложно идет все, все тонет. Так, читаем дальше чат. Сейчас, секундочку. Налог на яйца. Как ты вообще думаешь... Так, вот, Антон, пропустили вопрос Эдуарду. МД на текущий момент растет, поглощает мужчин или деградация мужчин побеждает? Растет. МД я, в общем, обозначил не как движение, а как понимание мира, как систему мировоззрения. Ну, растет, однозначно растет. Я вижу этот рост, я вижу каждый. Нескольких новых блогеров вижу. Они растут потихонечку. Ребятки растут. Очень интересно. Забыл, Руслан его как-то зовут. Только не нашли, а по-другому. Ну, он это, он только тик-токи. Бомбит ему неинтересно делать это в Ютубе. Ну, уж он как знатно, он там подрывает. Вообще, у него длинные такие тик-токи на 2-3 минуты. Он комментарии по ТП Бингу раскладывает, прям заслушаешься. У человека развита болтология. Такой мужичок такой высенький. Простой-простой. Ох, там Бабиш просто везувий в комментариях. Но несет как бы искупо прозрения темной массы. Это первый пример. Такой-то не один. Он есть. Таких много. Поэтому потихонечку появляются люди. И медленными темпами идет прозрение. Просто тут же есть такая квалификация. Нельзя просто делить там олень, там не олень условно. У нас есть еще олень, лайк, полуолени, недоолени. То есть чувак вроде как в обычной жизни ведет себя так вполне себе как солист. А потом хоп, у него попадается какая-нибудь там поперек пошла. И он все утонул там. Рукой так помогите уже, когда там целиком. Засосало в черную экономическую дыру его. Потом говорит, как же я так? Я думал, она не такая. А вроде бы смотрел контент. Вроде бы потреблял. Вроде бы был вооружен, а однако она как-то вот повлияла. Облучила его космической энергией, высокой, энергетической, крапускулярной. Как только. Дала только из своей пушки. Немножко затронем уже с телеграм-канала, мы его почитаем. Периодически наталкиваюсь на новости там то про украинских женщин-снайперов. Немножко покасательно затронем, так сказать, актуальную политическую тему. Вот 27 августа, да, сегодня перепостил новость с газеты РУ о том, что украинские женщины-солдаты управляют беспилотниками, например, да? На передовой. Вот. Я запостил опрос, создал опрос. Российские женщины должны участвовать в боевых действиях на передовой. Не в тылу там где-то, не на уровне санитарок, а прямо в передовой. То есть дроны, штурмовые отряды, вот, в окопах по поясу в говне, значит, лежать. Ну, естественно, с 18 до 30 лет, как положено, чтобы их призывали тоже. Вот. Ты вот как думаешь? Я думаю, это благотворнейшим образом скажется на рождаемость. Да нет, наплевать на рождаемость, на самом деле, в данном вопросе. А, просто стратегировать его обязан, конечно. Я бы предпочел, чтобы никто не участвовал, на самом деле, вообще. Мир, миру, мир. Это понятно. Я уверен, что я ни одного человека не найду, и я сам таким не являюсь, который бы сказал бы, что мы любим войну, хотим, чтобы прям война. Ну, нет, конечно. Я бы тоже предпочел, чтобы никто нигде не участвовал, везде на планете мир был. Но, тем не менее, ситуация есть, она никуда не девается уже год. Вот. Соответственно, вопрос в следующем. Если женщин призывать, обучать, вот, то мобилизационный резерв увеличивает сразу в два раза. Сразу в два раза. Вот. Шансы, что именно вас принудительно мобилизуют, сокращаются, и даже не в два раза, а в разы, да? Ну, вот так вот, да? То есть не подключаться к вам в дверь и не скажет, там, родной, да, так сказать, давай, вот, пришел твой час родину защищать. Опять же, появляются неплохие шансы на то, что в политической плоскости что-то куда-то сдвинется, может быть, в нужную сторону. Потому что, ну, представляешь, над женщинами нависнет реальная угроза того, что они могут на Донбассе получить автомат там в руки, вот, или дрон там научиться, да, и, так сказать, принимать активные действия. Вот. Смотрел интервью, я смотрел, на Соловьев, что ли, публиковали. Где-то, короче, интервью какое-то было украинской, то ли снайпер, что ли какой-то там, не знаю кого. Вот. И она рассказывала, что она сначала в российскую армию попросилась, ее не взяли, потому что в российскую армию женщин не берут. И она пошла в украинскую, сейчас воюет против наших на передовой в украинской армии. Вот у нее, так сказать, там, Соловьев Лайф, по-моему, публиковал, ну, кто-то каких-то из наших ресурсов вражеских, я принципиально не читаю. Ну, в Москве живу, поэтому, понятные делки вражеские. Вот. Не взяли. Потеряли, я считаю, ценного бойца. Не, ну, как бы смех смехом, ты вот в Грузии, тебе может быть забавно. Вот. А я в Москве, мне вообще не забавно ни хрена. Вот. Я не понимаю, что это... Ну, постоянно сейчас, сейчас муссируются случаи, что сейчас призыв, сейчас еще одна мобилизация. Вот. И в это время я вижу, так сказать, женщин, которым, ну, вообще до фонаря. Даже вот сегодня смотрел интервью, семейная пара, женщина с мужчиной, занимаются поставками на фронт, волонтерством там и так далее. Вот. И они рассказывают, что 99% там их подписчикам, это женщина в основном, потому что у них сыновья, мужья там служат, подписчики у них женщины, ну, понятное дело, да, что им вообще до фонаря. То есть они к ним обращаются, когда вот их ребенку или сыну, или их мужу там что-то понадобилось. Вот. Я на это постоянно вижу, им вообще плевать. А так, может, и не плевать, может быть, что-то изменится, так сказать, в общественном сознании вообще. Может быть, так сказать, ну, по-другому начнут относиться, потому что то, что мы не защищаем прям за то, за что мы не готовы умирать, мы и не ценим. Ну, по сути, с этой же стороны тоже можно подойти к этому вопросу. Поэтому я вижу только одно, одни положительные. Вот 83%, например, у меня в Телеграм-канале 610 человек проголосовало, ответили, что, конечно, они должны защищать Родину, 83%. Вот. Ты как вот вообще к этому относишь, если без... Я считаю, что в мире, где мужчин призывают, женщин должны призывать тоже. Обязательно. И пенсионный возраст, про это тоже нельзя забывать, потому что разница... Подождите, в 6 раз. Мужчина сейчас живет 3 года в среднем на пенсии, женщина 18 лет. Это что такое? Это вообще просто какой-то гонсенс. 18 лет и 6, и 3 года. Это же вообще... Очень хотелось бы реально посмотреть пополам расход пенсионного фонда. На какой полу, сколько тратится. У меня такое ощущение, что там 80% на наших прекрасных женщин и уходит. А что это такое? Почему так? Короче, призывать и пенсию обязательно поднять. Имейте в виду возраст. Ты вот немножко, опять же, деактуализирована. Я вот докладываю, как человек, который за последнее... Ну, вот как с ковид начался, да. Вот я так из страны ни разу не выезжал. Вот. А ты то в Турции жил, то сейчас в Грузии находишься. Вот. Я тебе докладываю, что мужчинам всем уже насрать на пенсионный возраст. Всем насрать. Значит, все там, кто у радиоприемника, кто у... Вот так вот у телефона. Все отслеживают новости с одной простой целью. Понять, меня завтра уже мобилизуют в Донбасс, да. Значит, так сказать, под Хаммерсы, вот под все вот это вот, да. Или подождут еще немножко. Вот что там, что там, Владимир Владимирович, что он там... Мир у нас будет в сентябре. Или наоборот, так сказать, нужно еще там, как некоторые депутаты предлагают, еще 3 миллиона набрать. Что? Вот. Вот чем сейчас живет последнее там, ну, вот как началась вся эта история, чем живут все российские мужчины. Женщины, да. Вот они, да, они там, да, там что-то где-то как-то, да. Вот алименты нам нужны, вот, да. И, значит, им, ну, в массе своей, за редким исключением, им срать. Абсолютно. Вот сейчас происходит... Вот это нерв основной от того, что происходит в России за последний, так сказать, вот год. Ну, и на Украине, я думаю, тоже. Я думаю, и на Украине тоже. Вот, там, да, постоянно там показывают ролики, как забивают ногами мужиков, заталкивают их в автозак и везут умирать куда-то. Вот, средние, с продолжительной жизни бойца такого вот запиненного ногами в автозак, на Украине 15 минут на передовой. Вот. Не до пенсионного фонда уже вообще плевать. Поэтому, ну, вот, когда ты говоришь про пенсионный фонд, а, да, еще про что-то, ну, это в России, это, я думаю, на Украине тоже нас кто-то посмотрит, это воспринимается, ну, как, ну, это неактуальная уже тема. Короче, в целом, констатирую, обязательно надо тоже их туда же. Я, да, я согласен. И, опять же, вы подумайте, в два раза уменьшает США, что лично у вас... Но здесь нам могут возразить первое, значит, возражение, что от них в армии никакого смысла, я с этим поспорил бы. Сахал, посмотрите, что там происходит. Вот. Второе возражение, что, типа, ну, вот это вот наше любимое, что да ладно, да я там, пусть меня убьют, главное, чтобы она жила. На это я отвечаю, а, так сказать, ну, она-то будет жить без вас. Вот. Только вам какой с этого толк. И, поверьте, благодарности вам тоже вряд ли достанется. Вот какой-то. Вы рассчитываете на это. Да, поэтому я за призыв. За призыв женщин, вот, так сказать, ну, за принудительный уже призыв. Потому что, ну, реально, да, сейчас неспокойно по границам. Не, я без всяких шуток говорю, так сказать, происходит по границам, не только в Украине, много чего разного. Вот мы сейчас не будем на этом акцентироваться, уже с этой темой я буду уходить. Много чего разного происходит, и, может быть, так сказать, и в других странах тоже что-то возникнет, вот, нехорошее. Нужно увеличить вооруженные силы, вот, я считаю, что женщин тоже надо. Тем более, это соответствует Конституции. У нас по Конституции каждый гражданин с оружием. Да, да, это... Я, опять же, не вижу проблем вообще с этим никаких. Поменять только закон о военном призыве, вот, и все. Вот. Как вы считаете, пишите, заходите в телеграм-канал, мой неравнодушный папа называется, голосуйте. Как ты считаешь, кстати, сам, Антон, это вообще реально взять и их мобилизовать? Девочки, наши прекрасные. Вот прям вот... Нет, понимаешь, тут я считаю, что реально. Другое дело, что перед этим должна быть длительная информационная подготовка общества к этому. И не нашими с тобой силами, а силами Первого канала, телеканала Россия, Соловьев Лайф, ну, и остальных телеканалов. Прям нужно объяснять женщинам, что служить это не так, как они думают, для лохов. Вот. А я встречался с таким женским мнением очень часто, что, так сказать, не смог откосить, да, ну, ты типа... Я-то считаю тех, кто служит героями, неважно, по призыву или еще где-то. Вот. Не смог откосить, да, ну, значит, там, лох. Вот. Это женское мнение. Ни одного мужчины, я такого не слышал. Что это, так сказать, почетно, что нужно, стране надо. Годик, я думаю, такой политинформации провести, и все будет нормально. А о ваших детях позаботиться обязательно. У вас же, ну, обязательно. И органы опеки у нас есть, и родители есть, и мужья у вас есть. Вот. Позаботиться обязательно, так сказать. Всему научим. То есть... Обеспечить. Не умеете, научим. Краситься не надо будет, ноготочки делать. В армии дешево служить. Там накормят, вот, периодически показывают один ролик. Значит, там мужчина говорит, значит, что здесь хорошо, кормят лучше, чем дома. Вот. Вот кондиционеры в этих, там, шатры военные, кондиционеры там есть. Я считаю, что для многих женщин, особенно с регионов. Ну, в Москве, в Москвичке, если сейчас, конечно, начать бегать, ну, здесь может что-то нехорошее произойти. Вот. А в регионах женщины, ну, а что им? Что она за 20 тысяч работает где-то там у себя, не знаю, в Сильпо. А здесь 200 кусков, прикинь. И почет, уважение героя России дадут. Представляешь, сколько они нарожают детей, тут же моментально пойдут. Да, если сказать, что 5 детей, и мы тебе даем бронь. Да даже за 3, они уже тут в очередь выстроятся просто. И демография. Ну, я вот, опять же, это, у нас государство игнорирует, я считаю, преступно, зачастую даже, игнорирует женщин. То есть, тяжелая вот такая ситуация, в которой Россия находится, она, ну, я думаю, даже вот это на Соловьев на том же самом, на Первом канале говорят, что ситуация непростая, тяжелая. Ну, тяжелая она. Непростая, да. Она тяжелая, да. Вот, исключать половину общества из того, чтобы из этой тяжелой ситуации выходить, я считаю, что это не то, что неправильно, это преступно просто. То есть, ну, а как вот у нас женщин, то есть, ну, их, мужчины, понятное дело, сейчас призыв начнется, вот от 18.30 начнут забирать, заберут всех, так сказать, укреплять обороноспособность. А на женщин какая нагрузка? А если ты не нагружен, если ты не вкладываешься, это простейшая бытовая психология, ты это не ценишь. Как она будет ценить Россию, страну? Как она будет рожать для нее воинов новых будущих? Я вот этого не понимаю. И вот продолжение этой же темы прямо на волне, знаешь, вот Валерий Селезнев, депутат Госдумы, наш любимый, так сказать, там, однорукий бандит, чуть не сказал, но не сказал. Вот, да, он, значит, провел, как и обещал от ЛДПР, этот круглый стол, вот, со Станиной, с нашей любимой, на этом растворился, так сказать, в тумане, вот, перестал коммуницировать. Вот, Валерий Селезнев с новым вопросом, значит, возник. Он возмутился некоторым предложением, ну, видимо, продолжают приходить письма от наших подписчиков, в том числе, обязательный тест на отцовство при рождении ребенка за счет государства, вот, предлагают ему его подписчики, его собиратели, возможно, сделать. И он выступил резко против. Говорит, вы что, не доверяете женщинам? Вы что? Вот, и, соответственно, запилил опрос. Как вы считаете, нужен ли обязательный тест на отцовство при рождении ребенка за счет государства или нет? Пока проголосовал 3835 человек, 73% считают, что нужно. Вот, ты как считаешь, и как у тебя вообще отношение к Валерии Селезневу, к ЛДПР? Последняя их крайняя инициатива касательно чего он там хотел. Служки. Да, да, да. Ну, приравнять сожительство к официальному врагу. А, ну, опять-таки идет отработка, ну, как я теоретически предполагаю, вот этой женской аудитории, ну, ты с этим не согласен, я знаю. Я за всех, кто за права мужчин, но эти люди, по крайней мере, пока на данный момент ярко против, вообще, яро против того, чтобы мужчины были права какие бы то ни было. Ну, убой и все, просто так, вот под любыми предлогами. И кряхать не посмей. Это очень плохо. Ярко выражено негативное впечатление у меня о них. Вот, немножко издалека зайду. Хотя, ладно, не буду. Значит, Сэй Хэй пишет. У меня мать на новогоднем застолье выдала фразу «А хороший год получился». Это прошлое имеется в виду, 2022-й. Ну, вообще здорово, хороший. Ну, я напомню, что 24 февраля началась специальная военная операция в 2022 году. Мобилизация тогда же была, 300 тысяч мужчин ловили их, значит, там, упаковывали. А мама Сэй Хэй, значит, выдала. Это вот настолько они вовлечены в жизнь страны. Вот, понимаешь, это вот настолько они чувствуют нерв и то, что реально заботят мужчин, что, ну. Антон, они, приезжая в Турцию, еще в том году, через две недели после начала всей этой операции, она приезжает, условно, в Турцию на машине. Ну, соответственно, на машине номера. Причем не только российские, понятное дело. Да, и другие, другой стороны тоже. И она через день там с Турком, Турк уже за рулем, она с ним целуется, сосется. Она двоих детей заводит в дом, и с Турком поехал ковыркаться на море. И это не одна такая, не две, не три. То есть им абсолютно срать. А я более чем уверен, что у многих таких женщин мужей призвали. И даже у многих они погибли. То есть понятие верности, понятие вообще какой-то элементарной человеческой чести, достоинства. Ну, не буду продолжать. В общем, там не ночевала, скажем так. Это моя фантазия. Никого не хочу оскорблять. Всех уважаю, люблю и обнимаю. У меня знакомый, мне очень хороший знакомый рассказал историю о том, что вот у него есть, так сказать, давняя подруга, которая развелась, и у нее муж, поругалась с мужем, развелась, и муж у нее психологически не пережив, так сказать, это развод, расставание. Ушел чувака Вагнер. И там погиб чувака Вагнер. И она, значит, эта знакомая звонит этому моему хорошему знакомому и говорит, блин, типа, как же я дальше-то жить буду? Ну, он же денег ей подкидывал. Ну да. То есть, ну, она с ним развелась. Нет, еще раз, ты не понял всю, как бы, соль ситуации. Она с ним развелась, он поехал и погиб. И ей 3 миллиона рублей не капнуло. Не кап. В этом была соль и претензия. Конечно. То есть, там мать его получила, там, ну, кто-то из родственников, вот эти вот 3 миллиона, там какие, да, значит, гробовые. Вот. А ей не капнуло. И она, вот, спрашивает, вот, если кто-то подумал, что как же я буду жить без моего любимого мужа, сердца, разводить. Нет, нет, вообще не в этом разговор. Вообще не может быть такого. Это я не придумываю, ну, это вот реально, так сказать. И таких случаев я знаю достаточно много. Просто, ну, это человек, которому я верю, то есть, я при разговоре не присутствовал, но ему врать мне незачем, например. Я сам лично присутствовал при разговоре двух женщин, которые обсуждали, а как умрет вот мужчина у одной из них. Женщина примерно 50 лет. Он будет лежать, и за ним будет требоваться уход, или он умрет быстро? Это большая проблема. Она говорит, я не хочу, чтобы лежал, он очень быстро умер. Лег и все, и не встал. Вот у нас папа так умер, хорошо же всем. И садится в машину, я тогда в такси работал, этот мужчина, в принципе, полной жизни, около 60 лет, мужчина высокий такой. Они его, она его целует, ну, вот Игорь, Игорь там, условно, его твали Игорь, и они, она про это. Вот она 10 секунд назад, как он умрет, лишь бы быстро умер, а сейчас, через 10 секунд, Игорь, и это нормальное поведение. То есть вот это, в принципе, стандарт. Важно помнить, что это стандарт у них у всех. Ни в коем случае не надо допускать такую мысль, что это она плохая, он Игорь не умел выбирать. А ты сумеешь, ты не выберешь, потому что их нет у других. Про тебя тоже так же скажут, Ваня, там, Петя, Саша, Максим, Марат, так же скажут. И может уже и обсуждают уже вовсю. Не слышишь просто. С тещей там обсуждают. Шу-шу-шу-шу, а как вот че? Че он там? Ага. А что купим? Наверняка еще кто-нибудь, он еще сидит на кухне, чай допивает, а они с тещей там переписываются. А что мы купим на гробовые? Ну, условно говоря, да, вот если он собирается куда-то. А что купим-то? Наконец-то машину поменять. Наконец-то машину поменять. Или съездить отдохнуть наконец-то. Вот такой уровень восприятия. Конечно, надо понимать, что мы не мажем всех одной краской. Есть наверняка где-то и не такие. Просто я почему-то их не слышу. И истории про них мне тоже не рассказывают. Я знаю, где сидят. В Анталии, ой, в Аликанте, где я жил, там у Гологоры была пещера большая. И кажется, проходя мимо, краем уха, я слышал там, я готова вкладываться из этой пещеры. Она же там, бедная, пристеганная на цепь, сидит и плачет. До сих пор, наверное, надо освободить. Могу скинуть координаты. Кто пойдет освобождать? Смотри, потом не загонишь назад. Так, я предлагаю последний вопрос обсудить и завершать, потому что мы уже час сорок почти в эфире. Вот это, так сказать, для Ютуба это долго будет. Тоже запилил, что называется, опрос у тебя в телеграм-канале. Вот у меня вопрос такой к тебе. Потом я скажу, как люди проголосовали. Может быть, немножко это обсудим и завершаем. Ты когда-нибудь изменял своим женам, девушкам, жене своей, девушкам каким-то своим, у которых с тобой продолжительные отношения были? И если изменял, то почему? Нет, а зачем? Вот смотри, люди ответили следующим образом. 51% наответил, что никогда не изменял. 51% мужчин. Напомню, что мужская аудитория. 740 человек ответила. На втором месте вариант ответа изменял, потому что она мне секса не давала. То есть, как мы с вами знаем, поговорка в браке секса нет не просто так. На третьем месте изменил, так как хотел быть счастливым, а она мне этого счастья не давала. И столько же 9% изменил, потому что я не ее собственность. Вообще очень сильно... Я, знаешь, когда хочу людей попровоцировать, я начинаю говорить, что... Ну, просто зеркальную, зеркалочку включаю, женскую, и начинаю говорить, что в изменах мужчины виновата женщина. Это не то, чтобы прям... Вот я прям готов биться за это утверждение, да. Это всего лишь зеркалка с женского, что в женских изменах виноват мужчины. Всего лишь. Вот. И я вызываю вот этой фразой очень жесткий хейт со стороны как мужчин, так и женщин. Как ты думаешь, почему? Вот у тебя... Я не знаю, почему. Вот ты почему так думаешь? Ты что? Она же деточка такая, она не может быть виноват. Ты же и об этом говорил даже, когда у меня на стриме был. И это правда. Потому что настолько сильна власть вагины в головах у многих мужчин, что они не готовы на нее даже ее измену, вину в ее измене даже возложить. Они виноваты. Они не додали внимания. Они не так с ней общались. Они не ухаживали за своей женой. Сейчас же новый тренд. Ну, это не новый, старый новый тренд. Новый старый тренд у наших любимых психологин, всех мастей. За женой нужно каждый день ухаживать. Это вообще жена, это даже больше, чем в конфетно-букетный период. Вот он плохо ухаживал, но только не она виновата. Потому что он не может себе позволить вообще принять реальность, в которой, условно, метафорически говоря, он выбрал себе мразь по дурости своей. И эта мразь ему пошла изменила. Опять-таки, это тисто не сафора. Конечно же, она хорошая девочка. А он дурак. Да? Ну, вот он не может это принять, потому что это рушит его мин. Он оказывается дураком в этом мире. А он хочет жить в мире, где он не дурак. Пусть даже с рогами вот с такими. Ну, вот. Ну, да. Я считаю, что мужчины, которые идут в ЗАГС, сейчас это дураки. Что с девушкой? Самое настоящее. Что поделаешь? Как это? Если за девушкой нужно ухаживать, это не девушка, это бабушка. Даже я помню настрой, ну, там, моих бабушек, да, ну, как бы, ну, поколение, вот, так сказать, моих родителей. Вот в моем как-то детстве был настрой и книги соответствующие, какие-то были тоже лекции, не лекции там, но по телевизору, вот, обсуждения. То есть, ну, когда мне было там, 30 лет назад, например, да, мне еще 10 лет, например, не было, вот, было такое, что нужно ухаживать за мужчиной. То есть, вот эти вот поговорки, опять же, из народа, что мужчина должен на работу уходить. Это женщины друг другу рассказывали, что мужчина должен на работу уходить с полным желудком, с пустыми яйцами, да, вот это вот, все. Потом это как-то начало трансформироваться незаметно, вот, и за 30 лет вылилось в то, что теперь мужчина должен ухаживать за женщиной, а она просто осчастливливает его своим присутствием и тем, что выбрало его, а не кого-то другого. Вот, ладно, предлагаю на этом завершать. Спасибо тебе огромное, что пришел. Ой, тебе спасибо, ребят, всем большое спасибо, что смотрели. Чуть я отравился, что ли, сегодня в чем-то. Ой, что-то прям башка болит. Это магнитная буря, говорят, на этих выходных. А, вот он, ах ты ж, ё-моё, обучает космическими энергиями. Вспышки на солнце, да. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо, подписывайтесь, напомню, что ссылка на канал Эдуарда будет в описании под видео и на Ютубе, и на Бусти, когда этот стрим Бусти обработает, вот всплывет там в записях, тоже будет, размечу. Вот подписывайтесь на мой канал и на мой канал на Бусти, на канал Эдуарда тоже, Жизнь Соло. До новых встреч, всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова